Добрый день, уважаемые наши зрители! Сегодня мы собрались впервые в новом центре, в новом здании, в новой студии, и надеемся, что интервью уже здесь будут постоянные, и вы будете довольно часто слышать, разговаривать с людьми, с родителями, которые проходят лечение в нашем центре, в центре Бердавит. И сегодня у нас сразу несколько семей из разных регионов, из разных стран. Давайте познакомимся. Я попрошу наших гостей представиться сначала, и потом мы уже поговорим о том, собственно говоря, зачем мы здесь. Ну вот, давайте, да, кто вы, откуда, ну и дальше так по кругу, а дальше мы продолжим. Меня зовут Вова, мой сын Саша, мы из России, с города Полосаева. Стафету передаем. Здравствуйте всем, меня зовут Нурбек, сын Айдар, в апреле 6 будет город Нефтьюганск, Российской Федерации тоже. Мы с Россией тоже, это моя супруга, Белгородская область, город Старасково. Сыну, сыну, три с половиной года, зовут Егор. Меня Илья зовут, Юрий Айдар. Ну вот, да, мы приветствуем вас здесь у нас. И я так понимаю, что всем понятно, что как бы вот с разных мест люди приехали с разными детьми, но, собственно говоря, их привело к нам сюда. Да, но это вот какие-то проблемы, какие-то состояния, связанные с детьми. И вот, ну, наверное, мы не будем сегодня как бы просить, как мы обычно делаем, рассказать вот историю, рассказать о том, как вот все начиналось, а просто попросим, я попрошу рассказать каждого о том, что изменилось, что случилось вот за то время, пока лечение проходит в центре, что можно сказать вот о непосредственном состоянии ребенка до и состоянии ребенка вот сейчас, когда какое-то время уже, ну, разное время, да, кто-то уезжает, кто-то не так давно приехал, кто-то находится в середине процесса. Вот что меняется, что вы можете сказать, ну, давайте начнем. Да, много, много меняется. Сначала казалось, что вроде ничего, а сейчас начинаем обращать внимание, ну, можно даже в мелочах, да? Ну, конечно, мелочи это создать, а то, что создают... Ну, значит, смотреть в глаза. И не просто смотреть. Да. А осознанно. Тогда, да, тогда пару слов о том, что было, скажем, ну, кратенько, да, что вот... Ну, грубо говоря, я вот просто буду говорить. Вот вчера батареи, но батареи сушатся вещи какие-то. Раньше он как паровоз бы вот так пролетел мимо и даже не обратил внимания. Останавливается, все на место кладет. И такого просто мы смотрим, смотри, что делать. Даже слушать меня стал. Взгляд осознанно более стал. Так он смотрит в глаза, заглядывает. Что-то падает. Такие вещи. И главное, это только начинается. Я вижу, что это только начинается. Этот процесс начинается. Изменяет. Да. Ну, вот раз, да, тут пара папа и мама, она всегда меня интересует. Опустился, опустился, опустился с цыпочек. Это вообще. Да, практически. А вот у Володи. Вот у Володи. Он по привычке бегает еще вот так. Ну, мы практически вместе. Если бы сказать, он уже ровно идёт, он вот так ровно идёт, он по привычке. Да, здесь еще привычка, конечно, не забываем, что это все-таки мы говорим о детях, в которых многие вещи чисто рефлекторные, неосознанно происходят. И вот за какое время это произошло? А вот за три недели что-то было? Две. Две недели и сразу пошли изменения. Две, можно сказать. Ну, и тогда уже, вот, не могу не спросить, а ведь сколько времени до этого вы пытались что-то исправить? Когда мы узнали, ему было около двух. Вот, всё искали, всё. У нас начали изменения дистанционно, когда Гривид начал заниматься, у нас пошли изменения. А вот, чтобы вот так прям на глазах это всё получилось, ну, поймать его взгляд невозможно было. Ну, почему изменилось дистанционно, и мы знали, что нам надо приехать сюда очно. Вот, да, всегда интересно, вот, да, вот сейчас, как говорил, товарищ, да, что вот ощущения вот эти самые, да, что, значит, знали всегда. Ну, я вот считала, что вот мне нужно прям приехать, чтобы Юсефа, чтобы Давид вот прям мощно полечили, прям, ну, даже не хочу вспоминать, что я испытывала, когда всё узнала про Егора. Я начала молиться в Матрёне, съездила в Москву, прям в храм, и молилась не то, чтобы она помогла, а вот именно найти такого человека, который мне поможет. И вот сразу нашла Давида, прям, не знаю, на второй день, наверное. Я напоминаю, что вы, как я понял, у нас в Белгородской области, и Москва, это, как бы, надо поехать специально. 700 километров. Не за угол завернуть. Да. На самом деле, это не первый раз, и я уже говорил в наших интервью, и неоднократно говорил, что ведь мы не даём рекламу в средствах массовой информации, мы не распространяем какие-то там слухи, какие-то вот мнения, работает чат, работает сайт, это чисто информативный момент. Но люди приходят, причём, вот, звучало неоднократно, и независимо, вот, мы вернёмся, наверное, к этому, независимо от конфессии. Тут не важно, да, кому. Врачи, вот, приходишь, они разводят руками, говорят, ну, это неизлечимо, и ты понимаешь, что, там, ну, ни операцию, ни таблетку никакую не дашь, и ребёнку, ну, никто не может конкретно это вот дать. Вы знаете, я тут немножечко, как бы, так вот обелю докторов, поскольку я сам доктор, вот, дело не в том, что они не знают, как лечить, просто это действительно неизлечимо. Ну, вот же, я всё говорила, что, и вот, а Давид даёт надежду и лечит. Да, которые, как бы, вот, в рамках классической медицины, они действительно неизлечимы. Но вот тот момент, когда путь открывается, когда открывается вот этот вот путь к надежде, и не просто надежде, да, вот прозвучало, я ещё раз, как бы, да, заострю внимание, то, что сказал папа, да, о том, что это, это вот, это происходит на глазах, это видеть. Причём, вы обратите внимание, прозвучало, да, вот, ребята как-то так друг к другу сказали, на самом деле это не только видят родители, ну, можете сказать, там, да, вот родители хотят это видеть, они и видят. Видят родители у других детей, у других детей. Да, да. Да, то есть, вот, сейчас мы, может быть, дадим микрофон Володе, да, Володя, пожалуйста, вот, как говорится, два слова. А, ну, два, три, сколько там получится. Изначально обратились, то есть, нам поставили диагноз раз, ну, под вопросом. В смысле, не раз, а два. Расстройство от технического спектра. Вот, то есть, проблемы были в том, что он, изначально он начал, когда ходить, он начал ходить на цыпочках. Вот, начали замечать, то есть, как у нас четверо детей, и он просто не играет ни в какие игрушки, ни с братом, ни с сестрой, он вообще, то есть, на внимание ни на кого, то есть, не обращал. Вот, потом, что там еще, много чего, то есть, вот эти психи, истерики, то есть, на улицу, чтобы выйти, да, он одеться, оденется, а ходить он не ходит. Тут, когда мы приехали, ну, после лечения, первый день, я заметил у него, что он начал проявлять интерес, то есть, качелям, то есть, вот этому ко всему начал прислушиваться. В первый же день. Да, в первый же день. Вот, получается, он начал обращать внимание, что ездят, вокруг него есть автобусы, машины, ходят люди, то есть, он на это стал сразу обращать внимание. Я очень удивился. Да, это было очень удивительно. То, что мы добивались два года, получается, мы здесь с первого дня, то есть, лечения, мы увидели, что какие-то стали продвижения. То есть, что мы делали, это неохота больше об этом говорить, что мы делали до клиники. И вот тот же, такой же вопрос, с точки зрения, ведь вы же тоже работали дистанционно, как я понимаю, сдали. Ну, мы не... Да, то есть, так, что связывались немножко. Да, и, в принципе, поняли, что надо приезжать. Да. А вот почему? Что... Не то, что заставило, а что вот дало возможность, как бы, поверить, почувствовать, что надо, что привело? На первый взгляд, сразу, когда видишь, то есть, ну, то есть, сначала посмотришь видео, все отзывы, да, то есть, что пишут родители. Я просто ничего, ни одного отзыва плохого не видел, не слышал, то есть, что о клинике отзываются плохо. И вот, когда у нас была надежда, когда нам Давид позвонит, то есть, и все это как свет просто в глазах появился, когда мы увидели, что нам Давид звонит. Вот, и все, у нас такая радость, у нас такое просто в семье, ну, это можно сказать праздник, когда Давид позвонил и сказал, да, типа, что можно вот это все, то есть, приехать, все, как бы, мы вас ждем. Ну, вот, это самый великий момент, наверное, был к нашему, как бы, для нашего ребенка, то есть, и для нас в первую очередь. — Вопросы результата. А повзрослел ли он за эти три недели, и седа-то, насколько, на твой взгляд? — Повзрослел он, получается, очень намного, получается, он в три года, он не мог не держать, то есть, ни вилку, ни ложку, то есть, он стал самостоятельным. Я думаю, что он сейчас, как бы, да, было развитие у него совсем для, ну, в его три года было очень, ну, как такое развитие. — Месяцев восемь, да, вот как педиатр просто о том, что ты говоришь, ну, это где-то месяцев восемь. — Да, короче, вот, и сейчас он просто тянет на свои года, он может, то есть, держать пока ложку, он не может ложкой, он может вилку, то есть, держать вилку уже, кушать, он сам, ну, самообслуживание вот это у него, то есть, стало, я думаю, что он сейчас к своим годам, то есть, уже приравнивается к трем годам. Когда мы увидели первый раз Давида, то есть, по WhatsApp, то есть, он говорит, ты хитрый пацан, он ему отвечает слово «да», вот я помню, как сейчас. И просто это у нас, это как, знаете, не говорящий ребенок, и просто он говорит слово «да», для нас это вообще, это было... — Мы просто с ним не разговаривали. — Ну, так что здесь вообще... — Да, давайте дадим слово... — Так, да, нашему сыну скоро уже будет в апреле шесть лет, до трех лет как бы особо тревогу не били. Почему? Потому что он думал спокойнее, я сам по себе не разговариваю спокойно, думал, на меня пошел. Потом моя мама тоже как бы успокаивала, типа, она сама там говорили, что в пять-шесть лет заговорила сама. — Ну, как бы, может, он... — Да, извини, просто я напомню, у нас такое было, что очень часто пропускается время, даже медики, врачи говорят о том, что, ну, наверное, в папу, ну, ленивый, ну, вот, еще рано и так далее, и так далее. Вот просто, ну, лишнее напоминание родителям, что не надо ждать, да, я прошу прощения. — И, как бы, когда ему исполнилось три года, вот, как бы, я увидел, ну, она была девочка, тоже в таком же возрасте, и так же вот не разговаривает, мучит, там, капризничает, там, ничего не понимает. Я спросил у нее, что у нее, она не разговаривает, она сказала там, ну, сначала не хотела, потом я сказал, что у меня тоже ребенок, тоже в таком же состоянии, то же самое такое. Она сказала там, куда-нибудь ходили, ну, педиатру, там, сказали, там, ничего там такого, со временем заговорит. Она говорит, поскорее, там, быстро по специалистам, а то, там, есть такой аутизм. Я у нее узнал первый раз такое, что такое аутизм. И в голове осталось, потом сижу на работе, там, раз, начал про аутизм смотреть в интернете, и, как бы, я в ту ночь вообще не спал. Сказать, что я постарел в ту ночь на несколько лет, это ничего не сказать. Это для меня три года было ему, ну, три с половиной. Сколько времени назад имеется? Ну, шесть, три года почти, почти три года, да. И, как бы, чем больше я узнавал про аутизм, тем больше у меня вообще уже комок горля, там, уже сон пропал, аппетит, я не знаю, там, плохо вспоминать. То есть, многие вещи совпадали, да? Да, да, прям все, точь-в-точь, прям, прям нашего сына, вот эти признаки все, большинство там. Там даже тест какой-то, ну, вопрос-ответ, и там, в итоге, там, прям, все сходило, потом сказал жене, там, потом папе своему. Все уже начали и там тревогу бить. И чем больше я узнавал про аутизм, тем больше я заходил в тупик. Что делать? Везде, 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 все говорят, там, что неизлечим, там, смиритесь, живите с этим, чуть-чуть подкорректируйте, и дальше ребенок такой-то. И, конечно, поликлинику, как все, в больницу прокололи все вот эти, ноутропы, там, все вот эти таблетки, ничего не дало. Наоборот, он более стал, наоборот, агрессивный, да, более, да. И потом как-то тоже, я уже там, ну, как и все, когда вот приходят уже, плохо, конечно, это, но когда беда приходит, обращаемся к Богу, к Священным. То же, как же там, пятничная молитва у нас в мечети, там, все, я сидел там, чуть ли не плакал, все, просил, чтобы помочь, там, хоть дай, там, какое-нибудь прозрение, да, куда, что делать, я в тупике, я не знал, что делать, там. Я даже говорил, давай его болезни мне, чтобы ребенок нормальный был, я согласен был на это даже. И потом, случайно, в Ютубе, ну, начал аутизм, аутизм, это 17-й год. Нет, нет, после, да. А, после, вот я вот этот момент, вот, я плохо помню тот момент, это для меня очень такой, ну, плохо вспоминать те времена. Ну, не так много времени прошло. Да, да, нет, 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 вот это все за короткое время, все вот эти вот моменты, вот, может, мне казалось, что это долго, но не долго. И, как бы, набирал в Ютубе, и аутизм излечим, среди всего информации, все эти, там, раз, открываю этот Ахан, вот, знаменитый Ахан, Азиз, первый, по-моему, или второй, а, второй видеочет Азиза, там, смотрю, Азиз, вроде, там, с Казахстана, там, не какой-нибудь заграничный, там, реклама, не реклама, там, все просмотрел, и дальше уже начал, интересный, интересный, и все, там, комментарии пишут, там, как, что, почем, куда, как, кто такой Давид вообще, где это, там, там, и он отправил номер Давида, я и на него, и по одноклассник, все вот эти пролистал, все пишут, там, этот, и как-то, я точно вот момента не помню, но первая видеосвязь была у нас по скайпу, я специально в ноутбук установил скайп, все, там, всех из дома, там, с женой, с Айдаром сидим, там, первое время, первый сеанс, первые жалобы были, у нас стул был, запор, частый запор, сон был плохой, он до двух, до трех, до четырех ночи мог не спать. И что-то изменилось? После первого сеанса, вот, первый сеанс вечером провели, у нас был вечер, и в тот день он уснул где-то рано, часов десять где-то, до утра хорошо поспал. Я же в первый раз. Обычно до двух, до трех, минимум два спал, вот, до трех точно уже, вот так вот, и на следующий день стул он сел, на горшок не садился, мы так, стул более нормальный стал, уже ни запора, ни без проблем. Потом начали говорить, что он не садится на горшок, не просится, там, по маленькому, по большому ходит, где ему угодно, там и делает. После второго сеанса он уже... По-моему, это и что-то такое было в виде отчетов, которые вы делали, которые в итоге есть сейчас. Да, 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 в виде отчетов делали много, да, вот. И уже начал садиться на горшок, проситься, стул нормализовался, сон. Мы знакомы сколько времени? Почти три года уже. Ну, два с половиной точно.